Одесская мэрия до сих пор не информировала общественность о результатах проверки деятельности заместителя мэра Олесия Инчука. Напомним, распоряжением городского головы он был отстранен от занимаемой должности на время проверки фактов, изложенных в заявлении активистов самообороны, недовольных высказываниями чиновника. В том же распоряжении было указано, что о результатах проверки станет известно уже 1 сентября. С этого момента прошла неделя. Об итогах проверки ничего не известно. 20 августа распоряжением одесского городского головы заместитель мэра Олесия Инчук был отстранен от должности. Накануне чиновник побывал в эфире одной из телекомпаний, где позволил себе ляпнуть откровенную глупость о том, что небесная сотня не имеет с Одессой ничего общего. И уже на следующий день сильно возбудились представители одесской самообороны и потребовали отстранить нехорошего чиновника. В ответ Геннадий Леонидович явил необычайную отзывчивость на просьбы и уже на следующий же день издал распоряжение об отстранении своего зама от должности, что называется, до выяснений. Руководить процессом назначили первого вице-мэра Анатолия Орловского. Выяснять предполагалось до 1 сентября, после чего мэрия должна была информировать общественность о результатах проверки. Но вот уже прошла неделя свыше указанного срока. Кто-нибудь что-нибудь слышал об итогах дознания? Сам Олесия Инчук уже после отстранения не раз был замечен в собственном кабинете. Комментировать собственное наличие и отсутствие отказался. Ответственный за проверку первый вице-мэр Анатолий Орловский по телефону сообщил следующее. Ну а глава управления информации Наталья Мальцева вообще в течение всего дня находилась вне зоны. Так что задать вопрос, почему до сих пор нет никакой информации от профильного ведомства на официальном сайте города, тоже было некому. В общем, складывается устойчивое ощущение, что разыгранная как по нотам пьеса оказалась дешевым фарсом. Причем играющие вне артисты по совместительству руководители города. Каждый просто исполнили соответствующую занимаемой должности партию. Ну а в качестве массовки, как мы помним, были использованы ребятки с самообороной и муниципальной безопасности. Впрочем, между этими разницы никакой, ибо подчиняются они одному и тому же персонажу, вице-мэру Котлеру. Это именно они устроили бесчинство и избиение активистов антитрухановского Майдана. А начиналось все с арии заезжего гостя самообороновца Тодора Пановского, спевшего всем песню о том, что теперь самооборона начнет бороться с противным янчуком. Дальше больше. Уже через день самооборона установила еще несколько палаток. Уже с требованиями отстранить еще и вице-мэра Шандрика. И снова песня о том, что стоять у мэрии они будут до победного конца, то есть до отставки вышеозначенных чиновников. Впрочем, исполнило все было весьма фальшиво. И уже в минувший четверг, на кону дня города, не высидев ничего. Самаоборона убрала не только собственные палатки, но и разгромил антитрухановский Майдан. И все обещания вернулся уже после празднования дня города. Чтобы, значит, победить свиту короля Труханова, остались пустыми обещаниями. Но по факту результат следующий. Руками этих людей мэр сделал то, что давно хотел сделать. Убрал ненавистный Майдан. Все заместители городского головы, против которых так рьяно выступала самооборона, на месте. Янчук на месте. Нет на месте только антитрухановского Майдана. А именно это и было целью на самом деле. Да, эта власть уже показала, на что способна. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона. 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 8 сентября в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18 днем от 26 до 28 градусов тепла.